Незалежность, суверенитеты и социальный ориентир. Безумовная каштовность беларусского народа. Такое меркование выказал старшиня постоянной комиссии по правах человека, национальных относинах и сродках массовой информации Палаты Прастоуников, старшиня Громадского объединения Беларусь Геннадз Давыська. Темой размовы у рамках «Адинага дня информования», який прайшов у областным центры, стала Дзержавная свята День народного адзинства, его вага для беларусов и значение для будущей некраины. Мероприемства, примеркованные до Дня адзинства, протягиваются в ладзице Украине. Так, у рамках «Адинага дня информования» Геннадз Давыська сустрылся с коллективом Гродзенского профессийно-технического колледжа бытового обслуговывания насильництва. Вельми важно, как беларусы разумели вакул шагу, яких каштовностей употребно объедноваться. Гэта каштовностей безумовны. Незалежность, суверенитет, социальный ориентир нашей Державы, подкреслил сенатор. Объединяет, что общее дело и общие ценности. Вот сегодня для нас очень понятна ценность независимости и суверенитет. Очень понятна ценность сильная власть, гарант социальной справедливости. Вот вокруг этих ценностей, христианских ценностей, государственных ценностей, необходимо нам объединяться. Так само Геннадзь Давыдька, як старшиня Беларуси, рассказал об планах створения на базе республиканского громадского объединения парты под працовной назвой «Зарадиму». По его словах, Белая Русь застанется громадским объединением и будзе працягвать выращать великие задачи у гуманитарной сферы, медицине, адукации, экологии и т.д. А вот такие задачи, як боротьба за национальной каштолности, саденичение, будование мостной республики, социальные досягнение, прозвано буде выращать новая партия. В ожидании изменений в Конституцию, в ожидании нового закона о политических партиях, который, я думаю, скоро поступит в парламент, общественное объединение «Белая Русь», понимая всю ответственность, не собирается уходить от своей общественной миссии, она остается. Белая Русь, общественное объединение, остается общественным объединением «Белая Русь». Но мы выступаем инициаторами не как юридическое лицо, а ряд физических лиц, выступают с идеей создания политической партии, крепкой, провластной, во главе ценностей, которые мы будем исповедовать, это крепкий государственный строй, это социально ориентируемое государство, это семья, это традиционные христианские ценности. Потому что мы считаем, что даже интеграционные российско-белорусские процессы, они почему частично тормозятся, причина в чем? Она состоит как раз в том, что есть определенные опасения, что мощное капиталистическое государство, Российская Федерация, если она придет со всем своим капиталом сюда, с частным капиталом, то могут оказаться в опасности нашей. Те ценности, которые, наверное, сохранились не так и во многих странах. Почас готарки закраналась и роль СМИ у формирования грамадзянской свядомости. На думку Енадия Давыдьки, на даденый момент наибольшие проблемы назираются у информационной просторы интернета. Ауторы, які размещаясь о сусветном павутине заклики до антидержавной деянности, повинны нести отказность. Хотелось бы ужесточать законодательство, приводить его, скажем так, в соответствие с общей мировой практикой, где ответственность за слово, она предусмотрена очень серьезная и наказывают за призывы, за оскорбления. Очень серьезно наказывают. У нас еще не очень. Если раньше, для того, чтобы выйти на определенную аудиторию с каким-то текстом, с каким-то посылом, с каким-то призывом, необходимо было быть как минимум журналистом, то есть человеком образованным, с образованием отвечающим, да, или там членом союза писателей, пройти определенную цензуру, даже если хотите, чтобы отвечать за сказанное. Теперь люди, которые называют себя блогерами, они могут просто, ну, что угодно им в голову придет, во имя лайка, во имя популярности, они готовы, да, на что угодно готовы. Поэтому и суицид, и наркота, и оскорбления друг друга, и призывы, и все, что угодно, по всему угодно, эти призывы распространяются. В связи с этим необходимо ужесточение законодательства по ответственности людей. Говорите все, что угодно, но вы должны отвечать за свое слово. Если государственные СМИ знают, что говорят, и за каждое слово отвечают. Другое дело, что, к сожалению, знаете, как человек привыкает к еде с добавками вкусовыми всякими, точно так же и потребитель средств массовой информации. Хорошие новости читаются не очень интересно. Человек ищет, где какое-то такое событие негативное, чтобы возбудоражить там кровь, чтобы было интереснее, что даже, знаете, кому-то плохо, так мне приятно про это читать. И государственные средства массовой информации, именно государственные, конечно, должны овладевать технологиями подачи информации занимательной. Если очень сухо, очень конкретно доносить информацию, не вдохновляясь самим сутью события, не находя интересный способ подачи этой информации, ну тогда мы проиграем тем, кто создает негативную повестку в средствах массовой информации, кто передергивает события, кто использует их для своих целей. И не всегда направленных на благополучие людей.